Как вы стряхиваете перхоть со своих растянутых свитеров, так Дэн Жуков стряхивает ненужные траты, которые тянут бизнес ко дну. Загнал 50 тысяч долларов нахуй! Тони! Тони ты книжит! Я отказался от такси. Вот вы спросите, Дэн, а ты чё, ты не в такси? Я отвечу, нет, я не в такси, потому что я отказался от такси. Серьезно, ну вот у нас в Тольятти там по району такси стоят сотку, между районами там где-то 150-200, а тут в Питере вообще непонятно, где район начинается, где заканчивается. 400-500 рублей, это то же самое, что я буду кормить какого-то мужика, хотя я могу себе это позволить, но нахрена мне это нужно, потому что это совершенно ненужная трата. В общем отказался от этого и купил себе машину, такая чисто городская машина, такая пока маленькая, экономичная, для удобного вождения, на первое время. Это будет экономить мне и принесёт кучу денег, а ещё и гонщик. Значит так, как говорил один великий человек, как говорил мой отец, как говорил один великий человек всё-таки, сын. Я не настолько беден, чтобы покупать всякие дешёвые вещи. Этот урок я усвоил и хочу передать его вам. В общем, это же обучающий блок, обучающий. Значит я буду учить вас, щенки. Не, 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 вы как бы без обид. Я волк, волк-предводитель, волчара бизнеса. Вы щенки, поэтому Дэн будет учить вас, будет делать из вас настоящих волков. Первый урок. Вы смутите свои говно-стартапы все, да? Пытаетесь что-то сделать, чтобы они все взлетели. Первую ошибку, которую вы допускаете, едете покупать вот эту всю мебель в Икею. В Икею, Икею, в Икею сраную, Икею. Я ненавижу этот магазин. Вот у меня в Тольятти Икеи не было. Было два стартапа, которые взлетели, потому что была правильная мебель, правильная обстановка, правильная энергетика. Понимаете, мебель это же рабочий инструмент, это как автомобиль ваш, вы им каждый день будете пользоваться. Не надо пытаться сэкономить, потом бизнес сэкономит на тебе, вы ссыте. А на мебель ссать нельзя. Так это еще один великий человек говорил, моя мама. Не надо ссать на мебель. Дэн, у нас же гости. Вот все зомбировали, что есть идея, есть Икея. Приедете, купите мебель и сразу идей попрут. Не, ни хера. Это вообще не так. Ничего не попрет. Я бы вообще изменил слоган. Нет идей, едьте в Икею. Короче, вы останетесь нищими, если не будете слушать дядю Дэна. Мебель это инвестиции, да. Это все вам окупится. Поэтому спокойно, смело берем кредит и покупаем новенькую, шикарную мебель, в которой вам будет удобно работать. В которой вас будет вдохновлять на новые ваши стартапы. Это первый ключ к успеху. Дэн Жуков плохого не посоветует. Ну что, пошли покупать мебель? Ключи забыл вытащить. Вот он, мой рабочий инструмент. Главное, я считаю, сделано. Остальное там сейчас Лили докупает. Но самое главное, старт уже положен. Алло. Да, пап, привет. Какой дневной элемент? Ну, ты же обещался, правда, рассказывать. Зачем вы как говорите? Не хочу я. Ладно, короче, стул пришлось вернуть. Ладно, Дэн обещал, по-честному. Дэн сделает. Короче, отец заблокировал на карте. Дэн человек слова. Я сказал, значит, я сделаю. Я выбираю ваши условия. Если у вас есть идея, у меня есть Икея. Кстати, завтра разыграем айфон. Почему завтра? У нас еще неделя же. Как же бесит это дерьмо, а? Сегодня у нас будет много работы разной. И вообще, до черта. Ну, там, бумажные волоки-то, всякие регистрационные моменты. Может, кому-то это покажется скучным, но это, знаете, это нужно. Это реально нужно. Вот. У меня, как бы, уже был опыт в этом деле. Тольятинская тема. Три слова. Тюнинг и доставка цветов. Это нужно все показать. Как я обещал, все будет в полном объеме. Сегодня мы будем регистрировать. О-о-о. Будем сегодня регистрировать. Вот так. Ну, как будто бы у меня никакого опыта нет. Поехали. Залазим в Яндекс. И набираем регистрация ООО ПИТЕЛИ. Короче, я подумал, что неважные куски просто вырезать буду, потому что, там, когда ссылки ищу всякие, там, те, кто понимают, понимают, кто не понял, то вам здесь не место, понятно? Да, ага. ИНН? Ага, сейчас, секунду. Алло. А чей ИНН? Ага, понял. Сейчас. Алло, это банк? Алло, пап. Это Данила. Мне нужна помощь. Так, нет, тут же здесь есть дальше. И последняя подпись. Всё. О-о-о, Дэнджер. Открыто. Ещё устал сегодня. А она нет. Сколько уже? Минуты полторы. Ещё машина. Ау, шипяка! Ау, шипяка! Как коты любят драть обои, так я люблю драть индустрию стартапов. Знаете, у нас, у успешных людей, у нас, у бизнесменов, у успешных стартаперов, вот у нас, очень мало времени на отдых. Мы постоянно работаем. Постоянно. 24-7, 24 часа в сутки. Мы, ну мы как белка в колесе. Вообще, вы замечали, что люди успешные, они не умеют отдыхать, они постоянно работают. И так всю жизнь. Нам просто некогда отдыхать. Вот я сейчас нахожусь в синдезе между двумя делами. Я учусь и работаю. Работаю и учусь. Вообще, без выходных. Я донжоков, я знаю, как это вообще тяжело. Потому что я стартапер. Стартап это, это как тяжёлый труд. Это как раньше золотые скатели добывали, вот чёрные все в дерьме, потому что у них не получается. Грязным, вонючим, ходить таким засаленным. Этим своим молоточком, покрупицам, так и мы. Только у нас теперь не на лице, а вот там, внутри. Внутри тяжело. Но мы идём вперёд, мы стартаперы. И я иду впереди этого косяка, рыб. Проделано уже много работы, но много ещё впереди. Текущая задача найти хорошего программиста. Я не знаю, где его найти. На секундочку, это очень сложная задача. Но нет каких-то общих принципов, как понять, что ты хороший программист. Ну ты же спрашиваешь человека. И так ты же, чё он спрограммирует? Ну короче, нет этих принципов. Не могу же я взять и создать там на сайте вакансию хороший программист, понимаете? Я решил пройти, как всегда, к этому вопросу творческий. Я же стартапер. У меня в каждом стартапе есть маленький стартап. Так сказать, под стартапики. Вот ты сидишь перед экраном, ты наверняка программист. Если ты что-то спрограммировал в своей жизни хорошее, если ты понимаешь, что у нас с тобой всё сработается, если ты подходишь мне, самое главное, просто присылай своё юзюмей. Сейчас внизу экрана появится мой e-mail. Если кто вдруг не успел записать, то можете отмотать на пару секунд назад, там поставить на стоп. Работаем. Как любой успешный человек в этом мире, я всегда полагаюсь на случай. Просто всегда. Я никогда ничего не планирую заранее. Точнее не моя. Я не иду, как все. Это всё для слабаков. Это для тех, кто ничего не понимает в этом мире. Я стартапер Дэна, я знаю, как устроен этот мир. Вот мой секрет успеха. Я просто жду случай доставить тебе твой правильный вариант. Я знаю, что планировать, загадывать, понимаете? Если вы мне не верите, читайте. Реально, читайте книги. Там всё написано. Потому что я не смогу всё донести вам. Я не смогу научить всему, как бы я ни хотел. Я, Дэн Жуков, не смогу вам всё рассказать и положить в вашу голову. Ладно, к чему я это? К тому, что сегодня пятница. А значит, мы идём отмечать начало нашего корабля. В смысле, стар нашего корабля. Лиля? Ю-ху! Передай привет нашим подписчикам. Всем привет! Ну всё. Все, кто знает меня и запомнил это, всем пока. Увидимся. А мы поехали. Мы будем медпол желанный С умилением в рот себе класть Мы очередь длинною выстоим Чтобы в вод на сейл попасть Перед Вильямсом будем с бокалом Всю ночь на асфальте сидеть Заливать себя сидор на стрелке На лоботе ветвицкую петь Мы куртки уже на лощили И усы свои будем крутить На норс-броджексе и парпуры С Эльдаром вместе дрочить Страна на коленях Мой свитер в оленях Борода куста Но душа пуста Не читаю книжки Но в чоп-чопе стрижка С виду в грот Не пил, не пил, не чепотко Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова